Вот на протяжении нашего с вами разговора сегодня я вот каждый раз возвращалась к мысли, что всё, о чём мы говорим, это всё про каждого человека. Это всё идёт из нашего детства, из нашего воспитания. И вот хочется узнать, какой вы человек. Расскажите о своих родителях. Что они постарались в вас вложить и оправдали ли вы их ожидания? Мне кажется, оправдал. У меня родители учителя. Они не всегда работали учителями, но по профессии учителя. Мама учитель русского языка и литературы, папа в физике и математике. Папа был и директором школы в своё время, и в Рухамском районе райно руководил. Мама по партийной линии продвигалась, и в школе работала, и в райкоме партии работала. Потом снова в школу возвращалась. Ну, в общем, они педагоги. И мне кажется, они в своё время сделали очень важную вещь. За все 10 лет учёбы у меня проверяли уроки два раза. В первом классе, наверное, ну и где-то, по-моему, в пятом, что-то у папы было настроение проверить. И вот это вот доверие, поддержка в увлечениях, в самых разных, возможность пробовать и в этой части быть свободным, мне кажется, это очень важно. То есть я в своей семье со своими детьми старался делать то же самое. То есть поддерживать их в любом увлечении, в котором они хотели бы заниматься. Уроки, наверное, почаще проверял, но тем не менее. Вот это вот как бы доверие и возможность расти туда, куда хочешь, как хочешь, мне кажется, очень важно. Сегодня вы им за это очень благодарны. Да, безусловно. Ну, то есть та библиотека, те книги, которые есть дома. А как вам прививали любовь к чтению, тягу к наукам? Личным примером или книжки подкладывали? Скорее, второе. То есть книжек много было. Читать меня никто не заставлял. С братом мы очень много читали. Но, наверное, как раз потому, что никто и не заставлял и читали. Большая библиотека, большие возможности. Немножко другое время. Не тот телевизор. Совсем другое отношение к информации. Но по ряду моментов, да, безусловно, книги там оказывались в нужный момент, в нужное время. Это тоже очень важно. Сам образ жизни, наверное, такой мировоззрение, отношение к вещам, отношение к обустройству, к порядку. Ну, вот такие какие-то простые семейные вещи. Вот эта вот мамина чистоплотность, папин педантизм такой. Он мог там, я из села Труханск, Труханский район. Ну, это, представляете, какая там грязюка осенью. Но вот папа как-то умудрялся ходить в туфлях, так что у него, ну, то есть край подошвы был чистый. Я не знаю, как он там умудрялся. Но это как-то, мне кажется, работает, когда ты вот там смотришь на отца, который каждый день выглядит, ну, просто вот как бы там идеально, да, все в порядке. Дома чистота идеальная. Но это тоже работает, это очень важно. Расскажите о своих детях, вот, что вы старались в них вложить, какими они, на ваш взгляд, должны были стать, о чем они мечтали и о чем мечтал их отец? У меня очень простая мечта, чтобы они были просто счастливыми людьми, чтобы они нашли себя. Нашли себя, нашли то дело, которое их просто вот заводит по-хорошему. Занимались тем, что доставляет им счастье. Мне кажется, это главное счастье, когда ты занят делом. У тебя есть какие-то цели, задачи, ты вот куда-то движешься, да, ты устаешь, но чувствуешь удовлетворение от того, что ты был занят и добился какого-то маленького результата в течение дня. И потом понимаешь, что это часть большого глобального дела. Мне кажется, очень важно уставать после рабочего дня, чувствовать, что ты наработался, да, вот, как бы, потому что это приносит удовлетворение в конце. И это невозможно, если ты не занимаешься своим делом. И вот для меня вот как раз все-таки вот главное, чтобы мои мальчишки действительно были счастливы от того, что они нашли свое дело. Ну и понятно, и прочие, как бы, там, жизненные моменты сложились. Но это, мне кажется, вот для мужчины, в первую очередь, очень важно найти и заниматься своим делом. Ключевое. А то, что, мне кажется, вот было важным и правильным, это то же самое, что сделали мои родители. Это дать возможность попробовать разное. То есть пошли на плавание, да, это не значит, что мы выращиваем из них чемпионов, умрите, ну принесите золотые медали. В какой-то момент они начали там шалить и пропускать занятия. Позвонил тренер, мы с супругой так удивились, вроде они там на плавании сегодня, почему их нет. Они развлекались в душе с друзьями. Ну стало понятно, после разговора там они, конечно, так получили соответствующее словесное взыскание. Стало понятно, что они перегорели, и мы уже это неинтересно. Ну хорошо, неинтересно, почему вы сразу об этом не сказали. И теннис был, и разные виды спорта, и тэквондо, чего только не было, чего только не пробовали. Но в итоге старший нашел себя в автомобилях. Собственно, об этом можно было догадаться, когда ему было два года, потому что в два года он лучше меня разбирался в марках автомобилей. Серьезно говорю, он издалека называл мне марку автомобиля, которую я еще не мог разглядеть или сориентироваться. Он в два года, у него невероятная чуйка на все, что связано с автомобилями. Он умудрился мне два года назад продать автомобиль за пять минут. Ну я собрался избавиться от старой машины, посмотрел, сколько она стоит по рынку, среднюю цену. На среднюю стоимость ее прикинул, так чтобы было нормально. И сказал ему, вот сумма, которую я хочу выручить за этот автомобиль, все, что свыше, это твое. Хочешь позаниматься на авито или где там еще, на автодроме, на дроме поразмещать и так далее, позанимайся. За пять минут продал. Я не знаю, что он сделал, как он это сделал. Причем так, что он сам очень неплохо на этом заработал. А сколько сыновьям сегодня? Они уже взрослые, им там далеко за 20, уже состоятельные такие парни-мужики. А младший нашел себя в математике, в программировании. Вот у него изначально это пошло, то есть он по русскому языку изначально писал с ошибками. А вот в математике у него прям все перло и складывалось. И вот если старший меня удивлял с автомобилями, то младший в какой-то момент меня поразил тем, что поставил мне на ютюбе ролик, фильм, даже не ролик, а просто там какое-то видео про какую-то техническую эволюцию, как там смоделировать программу, когда там случайным образом искусственный интеллект, там палочки, колесики, треугольнички, все остальное прочее, фактически запускают эволюционный процесс, из этого вырастает механизм, который едет. Это вот все там про математику, про всякое моделирование, там еще что-то такое. И все на английском языке. И я там после второй минуты понял, что моих познаний английского точно такой специфический, специальный ролик смотреть не хватает, а он совершенно спокойный. В этот момент я очень сильно удивился, потому что казалось, что он никаких усилий к этому не прикладывал и не прикладывает, но это просто искренний интерес, из которого вырастает уже вот такая компетентность, знания. И это очень здорово, что это так срабатывает, так и так работает. Сегодня гордитесь своими сыновьями? Да, горжусь. Сергей Александрович, сколько часов в сутки вы готовы работать и готовы ли все-таки пожертвовать каким-то своим личным временем? Ну, уже давным-давно, мне кажется, границы между началом рабочего дня и завершением нет у очень многих людей. Ну, и это нормально на самом деле, современные условия жизни. Если ты воспринимаешь работу как что-то с 9 утра до 6 вечера, которое ровно в 9 начинается и ровно в 6 заканчивается, то ты несчастливый человек, потому что, наверное, это не та работа. И так в современном мире невозможно. Ну, точнее, уже во многих областях так невозможно, а именно в сфере политики, в сфере общественной деятельности, в сфере везде, где есть взаимодействие с людьми, а не норма выработки, да, где там станок работает определенное время, это уже невозможно. Поэтому, ну, рабочий день, как, просто день начинается, ты просыпаешься, включаешь там телефон автоматом, там есть уже какие-то сообщения, которые ты там понимаешь, что над чем-то нужно подумать и ответить потом, что-то требует, что-то, там, какое-то мнение, там, можно им поделиться прямо сейчас, какие-то новости ты уже пробежал, посмотрел, пока собираешься утром, там, на ту же пробежку, да. То есть, и вечером тоже, то есть, с ударом, там, шести вечера, там, голова не превращается в тыкву, да, там, о коне мышей, как в сказке. Нет, ну, потому что есть что-то, что нужно посмотреть, есть, ну, и из документов в том числе, что-то прилетело, какой-то вопрос, какие-то вещи ты осознанно оставил на вечер, потому что в суматохе дневной, ну, то есть, я точно знаю свои продуктивные, там, часы, я точно знаю, что, например, если я хочу, там, что-то продумать и сформулировать определенные мысли, ну, вот, у меня до 12 часов, это самый максимально продуктивный способ, там, определенные встречи, совещания, выработка решений, это, скорее, как бы больше во вторую половину дня, но в этой гонке, там, просмотреть документы, как-то их быстро расписать, у меня тоже есть, там, свой период для того, чтобы это сделать, зачастую это такая, как бы, такая прикидочная работа, ну, например, определенные вещи для того, чтобы понять, погрузиться и подумать спокойно, вот, вне, в быстром дневном ритме, когда звонки, там, зачастую, там, ну, понятно, какие-то незапланированные вещи происходят, в жизни всегда что-то случается неожиданно, а вот так, чтобы посмотреть, наверное, это, скорее, вечер, там, или выходные дни, чтобы, там, и в каких-то законах порыться и понять, как это, там, работает, сопоставить какие-то вещи, там, помощники отработали, там, какие-то справки подготовили, они тоже требуют вдумчивого отношения, чтобы посмотреть, подумать, там, поразмышлять, прикинуть, как бы, дальнейшие действия, поэтому такой четкой границы нет, это все очень переплетено, но она вот такая, такая жизнь, так она... Так вы живете? Так, я так и живу.